В феврале 2019 года на ребенка упала глыба льда. Тогда 4-летний мальчик получил травмы средней степени тяжести. Уголовное дело находилось на контроле у руководителя следственного управления. Виновный привлечен к ответственности. И это в Рязани случай не единственный. Юристы рассказали, что делать, если сосулька упала на машину или человека. Сам факт необходимо зафиксировать. Где это случилось? Почевине попричинили вам ущерб? То есть здесь и вызов работников полиции, или работников эксплуатационной службы, или сотрудников медицинской службы, которая вызывается на место. Они будут фиксировать, что происходило, когда они приехали на вызов. В дальнейшем эти документы потребуются для того, чтобы предъявить соответствующие требования организации, несущей ответственность за эксплуатацию в данном случае оборудования. С крыши упала сосулька, значит, виновата организация, которая следит за содержанием либо многоквартирного дома, либо какого-то здания. Олег Попов добавил, что статья 1064 Гражданского кодекса дает право также потребовать возмещения ущерба. В Рязани был случай, когда сосулька пробила бровь женщине. Пластическую операцию и другие расходы оплачивала управляющая компания, которая не очистила крышу от наледи. Юрист отметил, что бывают случаи, когда сложно определить, какое именно ведомство виновата в конкретном происшествии и рассказал, как поступить в такой ситуации. Как правило, помогает запрос в администрацию города Рязани в заявлении с указанием, что, когда произошло, с указанием конкретных домов, либо в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. Вы получаете ответ, что данный дом обслуживает такая-то организация. Однако, чем разбираться с последствиями, подобные случаи лучше предотвращать. В Региональном следственном управлении Следственного комитета напомнили основные правила безопасности. Так следует не подходить близко к стенам домов и не заходить за ограждения опасных участков местности. В избежание негативных последствий, Следственное управление рекомендует руководителям, организациям и управляющих компаний, коммунальным службам и владельцам зданий, и также сооружений, организовывать работу по регулярной, своевременной очистке крыш от снега и наледи. В случае серьезного травмирования или, не дай бог, гибели человека к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих компаний, а также лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений, независимо от форм собственности. В Региональном следственном комитете попросили жителей быть бдительными. И в случае обнаружения снежных наледей, сосулек, свисающих с крыш домов, магазинов или других учреждений, позвонить и сообщить соответствующей обслуживающей организации или администрацию.